Вкусный и полезный завтрак может зарядить энергией на целый день. Сегодня мы вместе с Анастасией Колупанович и Даником приготовим что-то интересное. Даник, расскажи. Сегодня мы будем готовить блины в виде роз. Они делаются у нас из муки, молока, сахара, масла и яичка. Даник, то есть мы сначала готовим блины. А для чего нам остальные ингредиенты? Это для начинки. Это идет, конечно же, у нас на подачу, а вот это будет для начинки. То есть мы сначала натираем вареную свеклу на маленькой терке, добавляем туда майонез и форшмак. Все это перемешиваем до однородности и получаем вкусную начинку. Ну что, приступим? Давай начнем что? Будем делать блинчики, да? Да, будем делать блинчики. Добавляем муку, полстакана. Сначала муку добавляют или начинают с яйца? Я обычно начинаю готовить блины с яйца. Как правильно? В зависимости от того, что вы хотите получить. Если яйцо вначале и оно будет взбиваться, у вас получатся пышные, кучерявые, кружевные блины. Если добавлять вначале муку, потом все ингредиенты, яйцо не взбивать, тогда у нас будет больше глютена и блинчики будут более тянучие. Это как раз хорошо в нашем случае, потому что у нас будет начинка, рулетик и дальше будем формировать розочки. Даник, расскажи, а как ты вообще увлекся кулинарией? С чего все началось? Смотрела «Мастер-шеф» в детстве. Мне нравилась эта передача. А какое первое блюдо приготовил, ты помнишь? Шарлотку. Достаточно сложно. Кстати, Даник, а в каких пропорциях ты добавил муку, молоко, сахар и масло, да, растительное ты сейчас добавил? На глаз. Примерно наступает. Да. Главное понимать, какой консистенции должно быть, для чего яйцо, для чего масло, молоко и мука. Для чего у нас масло? Масло, чтобы пока мы жарили блины, они не подгорали на сковородке, чтобы они сами отлеплялись. Ну и плюс оно еще жар какой-то придает, и изнутри блинчик прожаривается быстрее за счет кипящего масла. А если масло наливать сразу на сковородку и потом тесто? Тогда блинчики будут гораздо жирнее, с них будет прям стекать масло, и внутри они будут прожариваться медленнее. Ну что, тесто уже готово? Да, можем жарить блинчики. Так, может быть, давай пока Настя будет жарить блинчики, я помогу тебе делать начинку. Хорошо. Натираем вареную свеклу на маленькой терке. Мы натерли свеклу, теперь можем ее выкладывать в миску. Так, это тоже отправляем все туда же и перемешиваем, да? Да, перемешиваем. А количество тоже для начинки на глаз? Да? По вкусу. Кто-то любит больше свеклы, кто-то любит больше селедочки, можно лук, можно туда еще яйцо натереть. В принципе, селедку под шубой, либо мини-грет завернуть. Наверное, любую можно на начинку, почему ты выбрал именно такую? Ну, потому что розовый цвет, и под розы будет красиво смотреться. Свекла окрасит, да? Наш блинчик, и они получатся розовые. Теперь будем делать сами розы. Для этого нам нужен блин. И, да, выкладываем начинку. А как много начинки нужно на один блинчик? Ну, чтобы покрывал весь блин начинкой. А мы распределяем по всему блинчику? Да, по всему блинчику распределяем. Мы же хотим, чтобы блин был розовый. Чтобы получился роза. Все, теперь сворачиваем блин плотно. Рулетиком, да? Да, рулетиком. А нужно будет отправлять в холодильник, чтобы они не остыли? То есть их сразу, в принципе, можно подавать на стол, да? Да. Вот, отрезаем, значит, кончики. Потому что из них розы не сделать. Это можно сразу съесть. Да. Вкусно. Теперь нарезаем. И в разрезе они получаются похожи на полуфабрикат розы, да? Да. А, то есть это еще не все, да? Угу. Можно немножко надрезать. Или просто выворачивать. Мы сложили все розы, теперь можно их презентовать. Что мы для этого делаем? На тарелочку красиво выкладываем или как-то определенной формы? Ну, выкладываем. Красиво. Кстати, а зачем нам вот этот букет зелени? Потому что это вам. Спасибо. Можно этой зеленью украсить, чтобы добавить красок на тарелку. Ну и пользу тоже. Будет как будто бы листочки розы, да? Такий настоящий букет. Да. Сегодня мы вместе с Даником и Анастасией Колупанович убедились, что научиться готовить может каждый. Вкусного доброго утра вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...